В эфире программа «День города» в студии Герман Гущин. Здравствуйте! Главная тема дня. Тепло в социальные объекты. Губернатор Николай Любимов на правительстве поручил ускориться. До последнего солдата. В Спасском районе перезахоронили останки нашего земляка-красноармейца. Замучила совесть. Водитель попытался скрыться с места ДТП на улице Зубковой, но затем передумал. Лето фактически закончилось. В Рязани ожидается похолодание. Поэтому всем профильным ведомствам отопительный сезон нужно начать раньше обычного. Заявил сегодня на правительстве губернатор Рязанской области Николай Любимов. Первыми, по его словам, должны получить тепло объекты социального сектора – больницы, школы и детские сады. Обеспечить порядок и безопасность на избирательных участках – важное, но не главное поручение Николая Любимова муниципальным главам и региональному Кабмину. Осень уже полноценно вступила в свои права, а значит холода теперь будет с каждым днем. Ждать температурных нормативов – не самая хорошая идея. Тепло, по словам губернатора, нужно уже сейчас. Мы и так живем сейчас в условиях пандемии. Не нужно усугублять ситуацию с сезонным повышением ОРВИ. Для этого нужно как можно быстрее доработать все необходимые вопросы. Прошу главу администрации Рязани Леониду Борисовну Сорокину взять вопрос под личный контроль в областном центре. Также прошу глав других муниципальных образований, министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области активно включиться в эту работу. Мы должны подавать тепло, когда действительно станет уже людям холодно, когда они будут в этом нуждаться. Не позже. Еще одно важное решение – утверждение субсидий предприятиям, взявшим на работу людей по так называемому социальному контракту. Речь идет о малоимущих гражданах, которые хотят выйти из трудной жизненной ситуации и активно ищут работу. За каждого такого трудоустроенного, пусть даже на стажировку работника, компенсируют затраты региональная казна. По активник просто надо привлекать глав администрации к этой работе, потому что социальный контракт – это действительно очень удобная форма для человека начать свое дело, устроиться на работу даже вот таким вот образом, когда мы возмещаем работодателю за три месяца те расходы, которые он несет на им данного работника. Можно делать реально все, что угодно в плане открытия своего личного бизнеса. Самый простой способ применения такой помощи, по словам губернатора, открытия своего фермерского хозяйства. Только пока повсеместно люди этим в области не увлечены. Николай Любимов все условия получения субсидий попросил разъяснять людям более доходчиво. Максим Васильев, телекомпания «Город». Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Эти слова Суворова постоянно вспоминают при каждом перезахоронении останков советских воинов Великой Отечественной войны. Вот и сейчас эти слова вновь прозвучали в Спасском районе. Офицеры Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области приняли участие в церемонии перезахоронения останков красноармейца, погибшего при обороне Ленинграда. Останки рязанского красноармейца вернулись на историческую родину. Речь идет о Гавриле Лукьянове. Его призвали в 1942 году Спасским районным комиссариатом. Наш земляк воевал в составе роты противотанковых ружей легендарного 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии. Погиб, не прослужив и года. В сентябре 42-го его рота входила в ударную группу Невской оперативной группы по форсированию реки Невы. В 3 часа 30 минут утра под прикрытием дымовых завес дивизия переправилась через реку в районе Невской Дубровки, таким образом вновь создав Невский пятачок. Пал, выполняя свой служебный долг на берегах Невы при прорыве блокады Ленинграда. Это был Невский пятачок. Это была суровая битва, которая оказалась последним для Гавриила Ильича. В этом бою Лукьянов получил смертельное ранение в грудь и с ноября 42-го числился пропавшим без вести. Его останки обнаружили спустя почти 80 лет в окрестностях как раз этого самого Невского пятачка. При бойце обнаружили гильзу с бумажным вкладышем, по которому его и опознали. Наконец-то боец вернулся домой. Низкий поклон поисковикам, которые проводят огромную работу для того, чтобы родные обрели покой, когда нашли останки их близкого родственника. Нет России семьи и ночь, где не памятен свой гологерой. Сама церемония перезахоронения останков прошла на территории кладбища города Спаск-Рязанский Рязанской области. Присутствующие на церемонии почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы на свежую могилу красноармейца Лукьянова. Валерий Седов, телекомпания «Город». Глава региона Николай Любимов проинспектировал ход строительства главного лечебного корпуса онкологического диспансера. Новое здание возводит на месте прежнего. Оно включает 9 этажей, а также 2 технических. Верхний этаж для системы вентиляции и цокольный, где проложены коммуникации. Общая стоимость объекта 5,7 миллиардов рублей. Струйка онкодиспансера фактически на финишной прямой. Несмотря на удорожение материалов, идет с опережением графика. Сейчас здесь заканчивают монтаж системы электроснабжения, водоотведения, продолжают отделку фасада и внутренних помещений. Все рязанцы, наверное, видели, в каких условиях у нас онкодиспансер существовал. В старом здании, в старых зданиях. И, конечно, такое здание высокотехнологичное, новое, с супероборудованием, позволит нам фактически замкнуть весь круг оказания высокотехнологичной медицинской помощи на рязанской земле. То есть нам не придется отправлять наших пациентов, больных в другие регионы. В основном все будет делаться здесь на месте. Онкодиспансер – важная часть всей системы здравоохранения региона. После окончания его строительства станет значительно лучше работать и БСМП – больницы скорой медицинской помощи. Возможности станут шире. Это даст максимальный эффект для развития нашей медицинской вообще службы и помощи медицинской в Рязанской области. То есть, чтобы от обращения пациента до оказания ему высокотехнологичной медицинской помощи вся система была настроена. То есть важно, чтобы именно вся система. А это крайне важное звено в данной системе. После завершения этой масштабной стройки, по словам губернатора, приоритет получит первичная помощь. Поликлиника в Дашково-Песочне, развитие медицинских учреждений в районных центрах. Свои поликлиники получат и районы рязанских новостроек. Максим Васильев, Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Курьезная авария в Рязани. Водитель решил скрыться с места ДТП, но расплата его все-таки настигла. Возможно, сыграла совесть. Всего же за сутки произошло 33 аварии. Погибших нет. Более подробно расскажем далее. «Тойота, что ли, врезалась в Нексию, убежал, а машину оставил». Необычно аварию снял местный житель. Сама ситуация вполне рядовая. В ДТП даже никто не пострадал. Однако необычно тут действие виновника, как рассказал очевидец. Водитель решил скрыться с места аварии. Правда, убежал недалеко. Постоял-постоял, да и вернулся. Как раз к прибытию сотрудников госавтоинспекции. А думался он вовремя, потому что сбежать после аварии даже небольшой. Затея так себе. Водителям важно помнить, что в соответствии со второй частью статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, оставление водителям в нарушении правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, влечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток. Это не единственное происшествие за сутки. Утром в 11 часу водитель Вольцвагена врезался в Ауди. От удара автомобиль перевернулся. По сообщениям СМИ, авария произошла из-за приступа эпилепсии у водителя Вольцвагена. Однако за медицинской помощью обратилась только пассажирка. 13 сентября приблизительно в 15.25 на улице Октябрьской города Рязани 29-летняя женщина, управляя автомобилем Киа Сирата, совершила наезд на 9-летнюю девочку, которая по предварительной информации пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь. Всего в регионе зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. По каждому из них инспекторы ведут проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Всего же за сутки сотрудники госавтоинспекции выявили больше 10 тысяч нарушений правил дорожного движения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Биеннале кукольных театров 18-й раз собрало в Рязани кукольников со всей страны. Театр Образцовый из Москвы – один из известнейших в сфере. В рамках фестиваля представил спектакль «Сказка о царе Салтане». Историю царя Салтана, его сына, князя Гведона Салтановича и прекрасной царевни Лебеди знает каждый ребенок. О чем она? Прежде всего о том, к чему приводит зависть, о том, что зло, сделанное другому, всегда вернется, но и отданная любовь «Возвратиться с Торицей». Создатели спектакля не иллюстрируют сказку напрямую. Они включаются в игру, которую Пушкин ведет с читателем, поддерживают его азарство и непринужденность, сохраняя при этом уважение к тексту и автору. Ты волна, моя волна! Ты гулькина и больна! Плещешь ты куда захочешь! Токишь дверь, ты земли! Подымаешь корабли! Это очень образный спектакль, он наполнен символами, так что каждому зрителю пришлось в какой-то мере стать соавтором и по-своему их расшифровывать. Режиссер Борис Константинов считает, когда судьба дарит тебе возможность сделать что-то вместе с таким автором, как Пушкин, это всегда праздник. Главное не проиллюстрировать сказку строчка в строчку, а увидеть, что там между строк и попробовать это показать. Тогда будет интересно и взрослому, и ребенку. Конец цитаты. А художник Виктор Никоненко объясняет магию спектакля так. Весь спектакль соткан из образов. Образы меняются, создавая у зрителей ощущения старинного театра. Погрузиться в этот мир с живой музыкой и прекрасными декорациями довелось зрителям в понедельник. Состоялся он на сцене областной Рязанской филармонии. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин